МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коллектив Лизского телевидения уже 11 лет освещает жизнь нашего региона. Мои коллеги стараются запечатлеть все самое важное, интересное и необычное. Перелистывая страницы истории, мы предлагаем вспомнить, какой была Литчина 5 лет назад. 2011 год был наполнен яркими событиями. 2011 был объявлен в Беларуси годом предприимчивости. Для Литского региона он начался с реализации крупного инвестиционного проекта строительства завода по производству металлотканных сеток. Его инвесторами выступили резидент свободной экономической зоны общества с ограниченной ответственностью «Хавер Бай» металлотканный завод совместно с немецкой фирмой-партнером. Продукция будет импортозамещающая, экспортоориентированная. Но процентов 70 это минимум будет уходить на экспорт. В основном мы ориентированы на страны СНГ и в перспективе дальних зарубежий. В феврале 2011-го председатель Литского райисполкома Андрей Худок был назначен заместителем председателя Гродненского облсполкома. Литский райисполком возглавил Александр Островский, ранее занимавший должность председателя Вороновского райисполкома. Задача, поставленная президентом при назначении, это, конечно, прежде всего обратить внимание и поднять уровень сельского хозяйства района. Поэтому основная работа, конечно, будет проводиться здесь. Кроме этого, существует еще несколько таких кардинальных направлений в жизни государства. Это инновации, инвестиции. Поэтому, конечно, упор в работе будет делаться и на работу с промышленными предприятиями, как уже существующими, на некоторых из них есть ряд проблем, так и с предприятиями, которые в перспективе планируются. И строительство, и организация здесь, в районе. В марте 2011-го в Лиде началось строительство филиала Гродненского училища Олимпийского резерва. Под него переоборудовалось здание бывшего 235-го училища. Планируем открыть училище мы 1 сентября 2012-го года. Будет у нас обучаться 115 воспитанников из Лидского района и Гродненской области. В апреле маневровый локомотив серии «ТМЭ-1» был собран в Рисском локомотивном депо. Современная машина – результат углубленной модернизации тепловоза «ЧМЭ-3». В нем заменено почти все. Летом тоже комфортные условия, кондиционер имеется. Если жара, вот как бы на этим летом жара такая невыносимая, люди в жаре просто сидели, они, можно сказать, потом обливались. Кондиционер, удобство, все это. Тут угол наклона кабины 10 градусов, тут обсоренность. Вот даже, смотрите, какая погода, снег, дождь. Витягиваю на горку, на высушку, без поезда любого места. В мае 2011-го новоселье отпраздновали лицкие пограничники. Ключи от новых квартир в этом доме по улице Коммунистической получили 100 военнослужащих лицкого погранотряда. Когда служишь и живешь на съемной квартире, то эти бытовые условия не очень соответствуют твоим благоприятным условиям службы. Конечно, социально-бытовые условия актуальны сейчас, потому что, как говорится, если в тылу хорошо, то и на работе будет, на службе будет очень хорошо. Самым значимым событием июня 2011-го года для личины стало проведение шестой презентации выставки «Лидорегион-2011». В наш город приехали более 200 человек. Среди гостей представители 16 государств, в их числе представители Кореи и Арабских Эмиратов. Во время проведения презентации выставки «Лидорегион-2011» было подписано соглашение о сотрудничестве между Лидским районом и городом Димитровградом Ульяновской области. Много слышала о таком развивающемся регионе и с удовольствием приехала сегодня сюда. Продолжите братьевские отношения, обновить те отношения, подписать новый договор, который мы сейчас подпишем, и возобновить отношения культурные, деловые, экономические. Участники презентации выставки «Лидорегион-2011» присутствовали на торжественном открытии спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия». Спортивный объект включает в себя все компоненты. Это и ледовая площадка, и игровой зал, борцовский зал, тренажерные залы, стадион. Все находится в одном месте, очень компактно, что, наверное, очень удобно и для спортсменов, и просто для жителей, которые могут пользоваться услугами спортивных объектов. Также гости побывали на открытии в лиде супермаркета «Виталюр». Это магазин формата супермаркета. Торговая площадь зала составляет более 900 квадратных метров. Сам объект 2200 квадратных метров. Мы его строили для того, чтобы ледчане получили возможность покупать товар в очень широком ассортименте. И этот ассортимент будет глубокий по линейке продукции, как по рыбной продукции, так и по свежезамороженной продукции, по бокалейной группе и всем другим группам товаров, которые, в принципе, присутствуют в любом магазине розничной торговли. Семидесятилетний юбилей в этом году отметила Лицкое радио. Своё вещание оно начало 16 июня 41-го года. За десятилетия изменилось всё. Насыщенность эфира, время вещания, прописка и коллектив. Неизменной осталась только любовь к слушателям. 25 июля 2011 года впервые вышла на лёд Лицкая хоккейная команда. Это была товарищеская встреча хоккейного клуба «Лида» и хоккейного клуба «Динамо Шинник» из Бобруйска. Дебют для наших ребят оказался удачным. Они одержали победу 4-2. Мы рады, что в Лиду пришёл большой хоккей. В 2011-м хлеборобы личины собрали более 72 тысяч тонн зерна. Втрое был увеличен воловой сбор рапса, картофелей и сахарной свёклы в 1,3 раза, овощей в полтора раза и яблок более чем в 3,5 раза. В 2011-м году Лид Тельмашу исполнилось 110 лет. В октябре этого года 116-я гвардейская краснознамённая «Радомская штурмовая авиабаза» праздновала своё 70-летие. Отмечали эту дату лётчики с размахом. Кульминацией праздника стало авиашоу. Памятное событие для горожан произошло 7 ноября 2011 года. Было открыто движение на отстроенной транспортной развязке улиц Красноармейской, Толстого и 8 марта. Мы настолько привыкли к четырёхполосному движению и обустроенным пешеходным дорожкам, что теперь с трудом верится. Ещё 4 года назад здесь проезжал всего один автомобиль. Построить, конечно, было непросто, но ещё сложнее было решить вопрос, чтобы этот объект был включён в программу «Дожинок», так, чтобы был профинансирован. И во время его строительства тут тоже было много очень сложных решений. на подходах к уйтипроводу по устройству расширения насыпи и побурению слои и так далее. Но главное, что задача выполнена. В 2011 году по улице Кооперативной был сдан социальный дом. В нём получили квартиры 72 семьи. 36 однокомнатных квартир, 36 двухкомнатных квартир. В двухкомнатные квартиры идут только семейные люди, потому что это квартиры немаленькие по размеру. Норма предоставления у нас от 15 до 20 метров на каждого чена семьи. Однокомнатные получают. В основном одинокие граждане. Всего же в 2011 году в Лидии-Лицком районе было сдано более 1200 квартир. В декабре Лицкий район подписал сразу два соглашения о сотрудничестве. В Латвии с городом Даугавпилсом, а в Лидии с Лебедянью Липецкой области. Мы обладаем хорошим потенциалом промышленным, где можно то передовое, что у вас, развивать там. Но я уверен, что и наше. Всё хорошее найдёт место на вашей территории. И в этом смысле цель-то одна стоит, чтобы как можно больше сделать дел для улучшения качества жизни людей. В конце 2011 года в Лидском районе началось строительство двух молочно-товарных ферм в хозяйствах Ходоровцы, Агро и Песковцы. Каждая рассчитана на 777 дойных коров. Труд, быт и условия людей, которые будут работать на этих молочно-товарных фермах, конечно же, высок, будем говорить так, к европейскому. И поэтому молоко с этих молочно-товарных ферм мы тоже рассчитываем получать высшего, то есть молоко экстра-класса. Таким был в жизни нашего региона 2011 год. Чем запомнился 2012-й, мы вспомним через неделю в программе «Как это было». До встречи на Лида ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова